Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт без модов в новую серию, где сегодня мы будем добавлять новый транспорт ванильный Майнкрафт. И это будет настолько круто, что вы прям взорветесь от того, что вы увидите, потому что этот вертолет действительно просто потрясающий. Но, ребята, перед этим не забываем ставить лайки, ведь я вам даю свое слово, что как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же, в ту же секунду, выпущу следующую серию Майнкрафта без модов. Поэтому, ребята, если вы хотите хоть 2-3 серии в день, все зависит только от вас и от вашего лайка. Также не забываем подписываться на мой канал, ссылочка есть вот там, вот там, точнее, кнопочка в том уголку и также кнопочка под видео красненькая. Вы знаете, что делать, нажимать, потому что я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков, потому что каждый подписчик для меня как друг. Ребята, не забываем ставить лайки, это очень быстро, одна секунда, не забываем подписываться, но это будет действительно мне очень сильно приятно. А мы, ребята, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, как видите, я скачал очень крутую карту. Если вы, в принципе, хотите вот эту карту, я могу оставить ссылочку в описании, просто напишите в комментарии, нужна ли вам эта карта с этим большущим, огромным и красивым городом, то я сразу же, ребята, оставлю. Скачал я специально для того, что есть тут вот такие небольшие, ну, я не скажу, что это небоскрёбы, но такие, такие высокие постройки, где мы сможем взлететь туда на вертолёте. Это, ребята, новый вертолёт, и вы помните, когда я делал предыдущее видео с каким-то там вертолётом, то он был немного лагучий, да, то есть мы поднимались вверх, потом он как-то залагивал, резко опускался, мы летели вперёд, он потом как-то отлагивал, телепортировался обратно. Но в этом вертолёте такого не будет, он настолько плавный, настолько крутой, что то, что это просто может сойти с ума. Сразу же, в первую очередь, ребята, вам нужен текстур пак, потому что этот текстур пак делает то, что он, то, что он действительно вот такой крутой, то, что он не лагает. В следующую очередь нам нужно выдать себе командный блок, можете не спрашивать, как выдать, потому что я, если он уже забыл, как выдавать командный блок, всё, хватит меня троллить с этим командным блоком. Дальше давайте заславим его где-то, где-то, где-то вот тут, да И вписываем команду, которая уже находится в описании Все, что вам нужно, это просто зайти, скопировать и вставить ее в командный блок в вашем ванильном мире Майнкрафт Активируем, ждем, ждем, пока она появится И все, ребята, вот смотрите, как прямо она появилась Я как будто знал, что тут будет конец Ну, все, то есть у вас тут нету никаких табличек Как видите, у вас тут написано уничтожить машину У вас тут нету никаких не рецептов, ничего у вас нету Ну, как же вам тогда добыть вертолет? Это уже продумано, потому что это очень круто Даже если вы добавите эту команду, ваш летсплей в Майнкрафте Ваш ванильный Майнкрафт, она ни чуточки не испортит экономику самого Майнкрафта и вашего сезона Почему? Потому что вертолет в ванильном мире, если вы играете без щитов, очень дорогой То есть давайте я покажу вам, как его добыть В первую очередь нам нужно яйцо спамно То есть сейчас я в креативе, но в обычном мире вы можете найти виллиджеров, которые, ну, жителей, носатых Которые будут спамиться в деревнях, да, то есть обычно Вам нужно один стак алмаза, да, один стак Ну, в принципе, если вы долго играете в Майнкрафт, пару часов, там, пару-пару часов, да То вы можете добыть стак алмазов Стак изумрудов нет, потому что это не так-то просто и вообще, можно сказать, нереально Там нужно просто несколько изумрудов, но я взял, ну, просто не буду я же брать парочку штук Я взял сразу же стак И также стак, ну, или стак, или чуть-чуть меньше золота Золото, в принципе, не такое уж редкое, поэтому его очень просто добыть Зачем нам нужны виллиджеры, то есть носатые? Случайно, вот видите, это обычные жители Это обычные жители Но с каким-то процентом, с каким-то шансом в обычных деревнях могут заспавиться вот эти жители, которые будут носить имя механики Да, и как вы видите, вы можете торговать с этими жителями и покупать у них и вертолет, и его топливо, то есть бензин или на чем он там летает И также, ну, выглядит он как гаечный ключ, но он предназначен для другого Поэтому, ребята, мы сразу же покупаем вертолет Смотрите, как он даже в инвентаре круто выглядит Смотрите, как он в инвентаре выглядит Ребята, это инвентарь, смотрите, как он у нас в руках выглядит Это просто офигеть, если честно Ну, он наш житель эволюционирует Но, мы дальше покупаем топливо То есть, вы видите, один изумруд Это топливо В принципе, как я знаю Полстака топлива вроде хватает на 5 минут полета или чуть-чуть больше Как я понял, да, ну допустим И зачем нам нужно железо для того, чтобы купить вот этот гаечный ключ Вы можете подумать, что гаечный ключ для того, чтобы Я не знаю, чтобы ремонтировать вертолет Но нет, ребята, он не для того, чтобы ремонтировать Я сейчас вам все покажу, для чего это все сделано Давайте отправимся на крышу, где у нас находится командная И вот эта командная махина И поставим сюда вертолет Он не ставится на землю, его нужно выкинуть Вы его выкидываете, он приземляется и ставится на землю Вот он, ребята, наш вертолет Это офигеть, как круто Это просто офигеть, как он круто вылит Прям, знаете, какой-то шпионский Какой-то вертолет ЦРУ, да, или там ФСБ, нафиг Потому что он действительно очень круто Выглядит такой прям черный, незаметный И он действительно очень круто летает Что самое главное Вы можете со своим другом зайти в мир Заспамить два вертолета И летать даже на те же, я не знаю Гонки устраивать Ребята, если вы, вот честное слово Если вы хотите, чтобы я устроил гонки на вертолетах Потому что это действительно очень круто И вы можете со своими друзьями состязаться И это будет без лагов Напишите в комментарии Если мы наберем еще 10 лайков То я сделаю какую-то карту с гонками на вертолетах И с кем-то я посоревнуюсь Если вы, конечно, этого хотите Ну, как нам заправить этот вертолет? Нам нужно в него выкидывать вот так Уголь, ну, как уголь он называет Выглядит как уголь, но все же называется он топливо То есть вы выкидываете, выкидываете, выкидываете И этот вертолет как будто его пожирает Можно и так сказать И, в принципе, вы можете так его выкидывать, выкидывать, выкидывать До какой-то пары, да Сейчас давайте мы поднимем Хоть он, в принципе, ничего не кушает, как я понял Вот сейчас это скушал Может нужно медленнее? Наверное, все-таки нужно медленнее Потому что, как вы видите, он немного залагивает Или просто мне так кажется Не успевает заполняться бак Вот, вот так, если по одному, по одному Вы можете так заполнять, заполнять, заполнять Но не до бесконечности Как только бак будет заполнен Вы сразу сможете это понять Что произойдет? Как только вертолет уже больше не будет вставаться топливо С него будут исходить такие, знаете, как будто огненные фейерверки Да, можно и так сказать А это, в принципе, будет означать то, что больше вы не сможете поместить туда топливо И вам нужно немного полетать над городом Что-то поискать куда-то Попутешествовать, чтобы топливо немного закончилось И только потом вы сможете еще добавить Ну, допустим, хватит Да, допустим, мы уже заполнили Это все, хватит Как в него сесть и как вообще летать И какие вообще кнопочки управления Вам нужно нажать вот сюда на вот этот пропеллер То есть не в кабину, не сюда, а именно вот сюда И вы сядете в сам вертолет Дальше, что вам нужно делать? Как видите, он уже начал летать Давайте мы остановимся вот на этой высоте И давайте вот сделаем вот так Потому что вот так он выглядит еще намного прикольнее Как видите, он действительно летает И что самое главное Давайте, знаете, что мы сделаем? Давайте мы убавим немного рендер дистанции Для того, чтобы меньше лагало И посмотрим Он действительно летает И как вы видите Никаких, вот действительно прям никаких Торможений нет Вы можете летать спокойно Хоть я не скажу, что он прям сильно скоростной Но как на нем летать? Когда вы смотрите вперед Он стоит на месте Да, он в принципе ничего не делает Сейчас мы вот это все делаем от третьего лица Потому что от первого лица это все не работает Ну, как будто вы сидите на пропеллере Но это не важно Вот так намного лучше управления Когда вы смотрите вперед То вертолет как будто завис на одном месте Он никуда не летает Это отличная идея Как можно скрыться от преследования там, допустим Различных монстров Когда они за вами гонятся Просто взлететь на какую-то высоту И просто вас никто тут не сможет тронуть Если вы посмотрите вверх То ваш вертолет будет двигаться назад Да, как будто задний ход Если вы опять посмотрите вперед Он остановится Если вы посмотрите вниз То он начнет свое движение вперед Да, то есть он, можно сказать, начнет летать Но это еще не... Смотрите, как вот круто вот эти Вентиля-пропеллеры двигаются Это прям вот нереально крутая анимация Ребята, вы видели когда-то Без модов Тут нету ни одного мода Это все команда При помощи командного блога А как поворачивать Как вот это все делать Просто управлять мышкой Зависимо в какое направление вы смотрите Туда этот вертолет и будет лететь Вот вы, в принципе, сразу же на ходу Можете вот так поворачивать И, как видите, ничего не глючит Ничего не зависает Анимация вообще идеальная Идеальная Нету никаких там, знаете, разрывов картинок Нету вообще никаких притормаживаний Нету такого, как было в предыдущем вертолете Для того, чтобы полетели Потом через пару секунд Как будто откат времени произошел У вас тп ехнуло назад там на пару секунд И все остановилось Нет, это все идеально Но, допустим, если мы хотим взлететь Если вы, вот у вас выбран пятый слот То вы находитесь на определенной высоте Вы не спускаетесь, вы не взлетаете Вы находитесь вот на этой Какая у нас сейчас 82 высота Если вы выберете шестой слот вашего инвентаря То вертолет начнет подниматься вверх То есть вы можете сразу подниматься Вы сразу можете лететь вперед Вот как будто так Давайте мы сначала не будем спускаться Спускаться, в принципе, на кнопочку 4 5, еще раз повторюсь Пятый слот вашего инвентаря Инвентаря это он будет стоять на месте На определенной высоте У меня вообще звук есть Да, это просто у вертолета звука нет Шестой слот это он будет взлетать То есть вы можете сразу взлетать И сразу двигаться вперед Как вот я сейчас делаю Если вы выберете четвертый слот То он начнет спускаться Но спускаться нам пока что не нужно Я хочу взлететь на вот этот Не скажу, что небоскреб Просто большущий вот такой офис Да, потому что это можно сказать Какой-то офис Давайте я не буду даже смотреть вперед Просто мы будем вот так потихонечку взлетать Давай, давай, давай Сейчас, сейчас, сейчас Вот, вот Я вперед же смотрю Вот Тут вообще есть где-то посадочная площадка Для вертолета Мы в принципе можем где-то даже вот тут Ой, вот, вот Нет, 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 нет Вот, 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 вот Во! Офигеть! Идеально! М Но, что делать вот в таких ситуациях Да, потому что это же Майнкрафту Тоже ничего не может быть идеально Что делать в таких вот ситуациях Когда, например, вертолет застрял в текстурках Вертолет куда-то провалился Это, ребята, все часть серии Это специально было так задумано Чтобы вам просто показать То есть не думайте, что это какой-то фейл Это было так задумано Если вертолет провалился куда-то Застрял в каких-то текстурках Он не сможет ни взорваться Он не сможет ни провалиться Он не сможет ничего сделать Он будет находиться на одном месте Если что, то смотрите, вы даже его не можете никак уничтожить Это круто, потому что Ну, согласитесь, что покупать еще один вертолет за 64 алмаза За один стак алмаза Это... Вы очень быстро потратите все ваши алмазы Поэтому это даже хорошо, что это так сделано Вам нужно выкинуть гаечный ключ под этот вертолет И вы, конечно, потратите гаечный ключ Но вы поднимете ваш вертолет Вы его обратно поднимете Это круто То есть вы не можете, допустим, поставить вертолет Потом его разрушить и потом подобрать его Нет Поэтому он и не ломается Но эти гаечные ключи, в принципе, для этого и сделаны Чтобы поднимать вертолет Допустим, вы его куда-то выкинули Выкинули гаечный ключ Вы подобрали вертолет Поэтому, ребята, будьте внимательны Потому что один гаечный ключ стоит 5 Еще раз повторюсь 5 золотых слитков То есть 5 золота стоит Поэтому будьте внимательны Хоть 5 золота, это, в принципе, не так уж и много что там спуститься в шаг пару минут покопать добыть пару стаков железа и пару стаков золота ну не пару стак допустим один стак принципе на это не так-то и сложно но смотрите знаете какая-то прям посадочная полоса действительно очень даже круто выглядит но на этом все как вы видите вертолет действительно очень крутой это идеальная анимация то есть он не залагивает он не тормозит улнету никаких разрывов картинки как вы знаете бывает такое 나타�нению то что вертолет как будто собран с каких-то многих и когда вы поворачиваете Creator блок выступает один блок куда-то вниз ты JK один блок куда-то вообще вылимут как будто вертолет полностью распадается когда вы уже полностью проверной и больше не двигайтесь он как будто опять собирается но вот этот идеальный . Он летает без я вообще в нем сижу я вообще в нем сижу. А, может, топлива нету, да, может, топлива нету. Давайте мы его подзаправим. Как видите, это действительно идеально. Вы можете в вашем ванильном Майнкрафте создать дом. Вы можете выживать в ванильном Майнкрафте и добавить вот этот вертолет без мода. Что самое главное, он не будет вносить кучу лагов в ваш мир Майнкрафта. То есть, он вообще не лагает. Вообще не лагает. Вы просто сможете им наслаждаться, построить какую-то красивую посадочную полосу где-то на верхушке дерева в джунглях или, допустим, где-то на вашей крыше какого-то красивого дома, да. Построить посадочную полосу, полосу, не полосу, а посадочную площадку. Полосу это для самолета. Посадочную площадку. И когда вы будете выживать, выживать, когда вы уже будете прям сильными и богатыми, потому что у вас уже будет куча ресурсов, вы насобираете, найдете какую-то деревню, где будет жить механик, купите в него вертолет и пригоните его на вашу посадочную площадку. И просто поставите его, поставите его возле вашего дома. И согласитесь, как круто это будет выглядеть, если у вас будет вот такой маленький шпионский вертолет находиться на крыше вашего дома. Анимация прям идеальная. Прям GTA 6. Ну, я, конечно же, шучу, но все же вот эта анимация вот этих офигений, я просто не могу налюбоваться. Как это круто выглядит. Давайте мы приземлимся вот тут, вот тут, рядышком с этим командным блоком. Видите, не блоком, а командной постройкой, да, где, в принципе, вообще эта команда находится. Что самое главное, что самое главное, когда вы заспали вот эту команду, не забудьте возле нее прописать вот эту команду SetWorldSpawn. Это означает то, что вы можете лететь хоть на 5000 блоков куда-то в сторону, но эта команда будет продолжать работать. Потому что, вы знаете, есть такие команды, где вы что-то сделали, но забыли прописать вот это. И если вы отойдете где-то на 100 блоков куда-то в сторону, то команда, к сожалению, перестанет работать. Если вы не забудете это нам писать, то команда будет работать в любой точке в мире Майнкрафта. Поэтому, ребята, не забудьте. Сейчас мы приземлимся, приземлимся вот тут на крышу. Вот, плавненько, плавненько, плавненько приземляемся. Давайте, опа, разворот! Вот, 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 вот так. Все. Вот наш вертолет. Вот наш вертолет. Давайте опять где-то, как это было, вот так, да? И все, ребята, на этом мы будем заканчивать. Вот вертолет, вот наши гаечные ключи, наше топливо. На этом мы, ребята, будем заканчивать. Это действительно очень даже круто. Если вот тут так встать возле этого вертолёта Он прям офигеть как круто выглядит Согласитесь, ребята Не забываем ставить лайки Ведь я обещаю, что как только мы наберём 1200 лайков Давайте, если мы наберём 1200 лайков То я выпущу видео с танком То есть, как сделать рабочий танк в Майнкрауте Потому что это действительно очень полезно Не поленись, секунда, чтобы поставить видео Но я сразу... Секунду, чтобы поставить видео, извиняюсь Секунду, чтобы поставить лайк Но сразу же, как только мы наберём 1200 лайков Я сразу же выпущу следующее видео Без нодов, с чем-то новеньким Или даже можно сказать с танком Как я только что сказал Также не забываем подписаться на мой канал Также на секунду, чтобы нажать на кнопочку Каждый подписчик для меня как друг Я всех вас, кто еще не подписан Всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружбу с 7 подписчиков Вы знаете где есть кнопочки Вот там, в уголку Под видео Подписывайтесь и просто становитесь моими друзьями Потому что это будет очень для меня приятно Ссылочка в описании И на ресурспак, и на командный блок И на, не на командный блок На команду для командного блока Заходите, копируйте, устанавливайте И просто любуйтесь вот этим вертолетом Ребята, к сожалению, сегодня мы будем прощаться На вот этой серии, но не расстраиваемся Мы встретимся в следующей серии Когда она выйдет, зависит только от вас Я еще раз скажу всем за просмотр Всем удачи и всем пока